Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Сергей Новиков, кандидат психологических наук, автор и ведущий программы «Коммельфо». «Коммельфо» — французское слово, только пишется «коммельфаут», переводится как «так, как надо». У нас обычно переводят как «этикет» или «хороший тонн», то есть поведение людей за столом, на разных приемах и так далее, то есть вилка в левой, котлета в правой. Но мы будем говорить о более широких вещах, так как надо, как надо жить, как приводить в себя порядок в психологическом смысле, какие существуют правила поведения людей и взаимодействия между ними. И вот, может быть, вопросы, которые будут возникать, разберем их. Ну что, начнем? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Многие из нас, если не все, интересуются, в общем-то, как дела у нашего бамбучего южного соседа Китая. Недавно прочитал, что китайцы о нас, о России говорят так. «Россия — это страна длительных затягиваний и неожиданных перемен». Может быть, опять скоро удивим мир своими неожиданными переменами. Ну вот, насчитавшись многое в интернете о Китае, есть знакомый профессор из нашего университета, который довольно давно уже там работает в Китае, я попросил подтвердить или опровергнуть три таких тезиса, которые я читал, что вот вестернизация китайской молодежи, в смысле музыки, одежды, каких-то увлечений, гораздо выше, чем у нас. Он подтверждает. Там даже, скажем, книгу китайского автора, чтобы она хорошо распродавалась, печатают подседонимом, как перевод с английского языка. Вторая особенность — китайские студенты, вообще китайцы, очень активно издают и читают научно-техническую фантастику. Тут надо сделать, разницу объявить, да? Вот, ну, старая научно-техническая фантастика нашего детства, нашей юности, она трактовала будущее как будущее, а сейчас весь мир увлекся в фэнтези. Будущее как прошлое. То есть, людей как бы готовили к тому, что будущее человечества будет вот так и управляться, как в школе Хогвартс. Какие-то тайные ордена, магистры и основная масса быдла, которая просто им подчиняется. Это, вообще-то, говорит, опасно. А вот китайцы издают и читают научно-техническую фантастику. И еще одна интересная вещь. В книжном магазине малоимущие студенты берут книги научно-технические, читают их внимательно, чуть ли не конспектируют, и хозяин магазина не возражает. Все-таки люди полезным делом занимаются. У нас такого пока не увидишь. Так что, наверное, скоро удивим своими переменами. Вот в последнее время многие могли заметить, особенно педагоги, преподаватели, что как-то исчезли из нашего обихода вот такие понятия, как балонский процесс. Ну, лет еще 10 назад, даже меньше. Но об этом только и говорили. Мы переходили на балонский процесс. Кто-то даже ляпнул балонскую систему обучения. Она есть такая система в Балонском университете? В Казанском своя, в Казанском техническом своя система обучения. Это был процесс. И ссылаются всегда на балонскую декларацию. На самом деле, не совсем так. В 1998 году было 903-е Балонского университета, почему этот процесс так называют, и там был издан документ «Всемирная хартия университетов». Собрались ректоры ведущих европейских университетов, ну и подписали такой документ, что-то вроде того, что Европа объединяется, исчезают границы, и Россия как-то сближается с Европой. Давайте что-то договоримся о ничем общем, что ли. Ну, грубо говоря, общий вкладыш к диплому. Вот вы англичане называете бакалавр, французы лицензиат, немцы обладали дипломом, а вы, странные русские, вообще это называете незаконченное высшее образование. Четыре года. Давайте назовем бакалавром, общий вкладыш к диплому, общие оценки. Вы в часах считаете, мы в кредитах, ну, можно договориться, но не более того, что хотели те ректоры. А вот лет через десять уже министры образования взялись всерьез и понеслось. Тогда еще в те годы лорд Неттинг, это вице-президент Кембриджского университета, выступая в Москве, сказал, зачем вы это делаете? Зачем вы рушите одну из лучших в мире системы образования, вашу российскую? Балонский процесс – это не уравнивать всех под одну гребенку. Это просто свободное передвижение студентов, знаний, пропедавателей, научных каких-то массивов или конференций. Но не более того, у каждой страны должна быть своя изюминка. Если все будет одинаково, зачем вводить балонский процесс? Ну, кто будет слушать у нас каких-то лордов? И вот ввели, и даже уже забыли, что это такое. Ну, вот учатся на бакалавру с четыре года, и все. Договорились уже. Наговорились. Вроде все идет нормально. Ну, не совсем это так. Вы знаете, мне недавно один знакомый врач, человек уже в солидном возрасте, похвастался, что он первый раз прыгнул с парашютом. Я это еще делал в втором классе. Ну, как бы интересные впечатления. Мне сказал, ты знаешь, я все-таки доктор, я знаю анатомию человека. Но я впервые понял, откуда у человека течет адреналин. И вот адреналин сейчас очень такое, даже не все знают, что это такое, что это за гормон, да? Ну, популярное слово, все жалуются, вот не хватает адреналина, или вот я вкусил где-то адреналина и так далее. Почему нам его хватало? Ну, уж потому, что мы КАМАЗ строили, страну создавали, парашютом прыгали. А сейчас что вот посмотреть, да? Я вот недавно на перекрестке остановился, студенты сзади подошли, выйдем сдали какой-то экзамен, и так что-то разговаривает между собой. Ну, препод, ну, он поставил оценку, ладно, ну, все равно знает, что по специальности в нашей группе никто работать не будет, это студенты-технари. Скорее всего, и не будут, действительно, пойдут в отделы продаж и будут обзванивать клиентскую базу целыми днями. То есть для мужчин вообще-то характерно что? Вот новые земли открывать, а не болтаться по курортам, в виде расслабленного туриста. Строить города, а не обсуждать там процентные ставки. Воевать, в конце концов, или защищать родину. А тут вот, когда вот таким бабским делом человек занимается целыми днями, и какие-то вопросы какие-то смешные, инфантильные при обсуждении, вот не хватает адреналина, и люди начинают заниматься экстремальными видами спорта, чаще совершенно безумные, ломают себе шею. Адреналин не намного в другом мире, там действительно люди занимаются серьезными делами, и он этот мир есть. Вот возвращаясь к вопросу о хорошем тоне, правилах поведения, сейчас, знаете, как-то сошло на нет такое правило, что ли, цифра 8 там вокруг нее все крутилось. Ну, смотри, мобильный телефон у всех, да, всегда можно позвонить из любой точки, в любое время. Так вот, вообще-то, говорите, звонить в любое время, если что-то экстренно не случилось, вообще-то нельзя. Всегда было принято так. Позвонить, или даже зайти к человеку, если так очень что-то нужно, да, можно было не ранее восьми утра и не позже двадцати часов вечера. То есть вечером, утром, ночью человек имеет право на какую-то некую частную жизнь. Конечно, телефон можно отключить, но в то же время даже близким друзьям людям не стоит звонить вот в этом промежутке, то есть с восьми вечера до восьми утра. Дайте человеку побыть в одиночестве, отключить телефон и не ждать ничего неожиданного звонков. И еще одна цифра 8 – это восьмичасовой рабочий день. Ну, если помните историю, не только у нас, и на Западе запросто рабочий день до тех великих революций длился и 12, и 16, бывало, 14 часов. И вот однажды какие-то интеллектуалы подсказали рабочему классу, что в курсах 24 часа. Человек должен 8 часов работать, 8 часов спать, и 8 часов тратить заработанное. То есть развлекаться, развиваться, расти над собой. Вот подсказали, в общем-то, в начале 20 века кое-где удалось добиться этого. Ну, на Западе, может, профсоюзным движением. У нас в виде Октябрьской революции, 8-часовой рабочий день вроде как устоялся. Ну, дайте человеку 8 часов хотя бы поспать, и еще 8 часов побыть в одиночестве, если этого хочет. Было в моей практике один такой, ну, достаточно забавный факт. В одном из престижных лицеев Казани, ну, это еще были 90-е регионы, лихие 90-е, как их называют. Но тема наркотиков тогда звучала, ну, более активно, чем сейчас. То ли сейчас какие-то другие вещества перешли, то ли это уже электронный наркотик в виде интернета, игрушек и так далее. Сейчас как-то вроде не так эта опасность выглядит. Вот, но тогда это было серьезно, боролись, планы составляли, со школьниками работали. Вот, и вот в этом лице я читал лекции, пришел на свою лекцию. И он завуч мне говорит, Сергей Владимирович, пожалуйста, минут 15, пожалуйста, значит, надо подождать. Мы с трудом вызвали начальника управления по борьбе с наркотиками из милиции МВД. Ну, там просто школьникам расскажет кое-что. Ну, говорю, хорошо, подожду, сел там в сторонке. Ну, такой красивый мужчина в штатском. Ну, началось с того, что вот наркотики, ребята, бывают трех типов. Там химические, синтетические и там растительные. Ну, так много рассказал, что интересное об этом. А это элитные лицеи, ребята по конкурсу поступают. И вот они потом стали задать вопросы, а как изофедрин, афедрон получить на кухне, а как какая-то реакция происходит. В общем, вызов очень огромный интерес к этой теме. Хотя дети эти никогда не прикасались и не будут прикасаться к наркотикам. Ну, вот, товарищ выполнился в миссии и ушел. Ну, дальше моя лекция, как бы, должна продолжаться. А как продолжать, аудитория возбуждена. Они обсуждают вот эту тему наркотиков, надо как-то их успокоить. И вот говорю, ребята, знаете, что вот, я, конечно, человек уже взрослый, да, ну, мне так кажется, что будет мне 16-17 лет, в наше время наркотик, это что такое было? Ну, как статуя свободы в Америке. Она там в Америке и к нам не приедет. А тут, значит, они у нас появились. Вот мне кажется, да, что вот просто для интереса, я вот здесь курнул там какую-нибудь сигаретку, марихуаночку в дискотеке. Это, кстати, тоже может с вами случиться. Ну, просто попробовать. Да, нужно же попробовать, да. А тут, может, облава какая же милицейская. Вас раз под белорученьки и милицию. Ну, выпарют вас родители, отругают милицию, штрафуют родителей. Ну, вроде ничего страшного не случилось, да. Ну, видите, говорит, одна еще такая ерунда случится. Вас поставят на учет в наркодиспансере, как человек, употребляющий наркотические вещества. Ну, и что? Ну, и лет так до 35 вы там будете стоять на учете. Права не получите, машинку не купите. Вот чем их надо пугать. Вот тут аудитория сразу притихла. Это так серьезно, а вы как думали? Баловство, что ли? Вот этим надо пугать. А то, что вредно взгляд здоровья и прочее, в юности, это мало кто на это реагирует. Вот так. Есть такая шутка на тему, что Лев Николаевич Толстой в свое время хотел написать роман «Война и мир» не в четырех томах, а в двенадцати. Но однажды во сне к нему явилась группа московских школьников 138-й московской школы и очень убедительно попросила его это не делать. И он написал только четыре тома. Ну, и то учиться школьникам приходится долго, читая там диалоги, сюжет и так далее, сочинения писать по этому приходится. И вот действительно вопрос, да? Ну, главный Толстой, ну, вот даже Достоевский, когда он был исключен из школьной программы в сталинские времена, вот такой мрачный вроде писатель считался. Вот я своих лет могу сказать, что Достоевского, да, многие даны вопросы, ответы, но читать его можно только в сорок лет, наверное. Тогда действительно вникаешь и в сюжет, и понимаешь чего-то. А зачем школьников мучают? Потому что если не нагнетать литературу в школе вот в виде Толстого, Достоевского, наших самых серьезных классиков, просто в сорок лет никто не будет знать, что такие писатели есть, что их стоит читать. Поэтому терпите, дети. В вашем возрасте не очень интересно читать Толстого, Достоевского, а надо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова